Интернет становился к таким новым культурным пространством. Стало ясно, что он конкурирует и с кинематографом отчасти, и с литературой, и с телевидением, и так дальше. Life Journal просто была как первая, что ли, сеть, которая появилась. В какой-то момент сформировалась такая параллельная жизнь. У нас это стало по форме номер один. Все, что кажется сегодняшним людям естественным, оно было первый раз. То есть ты читаешь текст и сразу же можешь сказать автору, что он мудак. Как ты приходишь в театр, и мало того, что тебе показывают офигенный спектакль, тебе на входе выдают помидоры. Иммерсивный опыт первый в рассказе на интернете. И это, кстати, к вопросу о том, какие у нас потребности, что мы любим, где мы вырастаем. В Америке никто даже не слышал про Life Journal. Как говорила, маргинальная хрень, никому не нужная. А у нас вот это оказалось вещь очень востребованная. Жизе, написать.